Итак, дорогие друзья, мы в хореографическом колледжи. В гостях у замечательного творческого коллектива студия восточного танца «Таджа». Здесь учат пластике, гибкости, женственности, а также дают сведения, информацию и учат выстраивать свой дух в гармонии. Кроме того, студия восточного танца «Таджа» под руководством Елены Кальян, а также творческого коллектива создала и проводит свой собственный фестиваль, который называется «Восточные ритмы». Не каждый коллектив может создать фестиваль, не каждому под силом его поддерживать, но студия восточного танца «Таджа» обладает такими творческими талантами и такими силами, чтобы приглашать другие творческие коллективы для создания замечательного праздника восточного великолепия. Мы пришли сюда, чтобы побеседовать об этом, узнать, как у получается, и, конечно же, посмотреть прекрасные восточные танцы. Итак, студия восточного танца «Таджа». Таджа Таджа Таджа. Ну что ж, под эти магические восточные ритмы вот мы начнем наш разговор о том, что такое студия восточного танца так же, как она появилась, ну и как бы как развивается. Это Елена Кальян, руководитель и идейный вдохновитель, ну и как бы зерно, наверное, основа. Да, ну я хотела бы сказать, что профессионально мы начали заниматься уже около двух лет, а студию мечтала, пыталась, пробовала создавать с 2004 года. Конечно же, сначала я проявляла себя как профессиональную исполнительницу восточного танца и участвовала в конкурсах, занимала призовые места, побеждала. Но с временем поняла, что это не те достижения, которые являются главными. Естественно, хотелось бы попробовать себя в роли педагога. Я проходила много мастер-классов, обучений у иностранных исполнителей, педагогов. И собрала учениц, к тому же, что я являюсь профессиональным танцором, окончила колледж, окончила Академию искусств. И, естественно, я знаю профессиональную азы хореографии, что очень помогло в развитии профессионализма в моих исполнительницах. А что восточных танцев получается? Тоже надо как бы мастическую школу все-таки дать? Ну, вообще, я хочу вам сказать, что вообще восточный танец, танец «Живота» — это естественный танец. Его можно танцевать как получается, так и танцевать. Но наша сцена, а мы уже выступаем, даем концерты, отчетные концерты, вот, наша сцена требует более профессионального исполнения. Поэтому здесь без классического урока никак. Хочется также выступать и на профессиональных сценах. А профессиональные сцены требуют дисциплины, такой вот, как вот классика, дисциплина тела. То есть мне что нравится, что, как бы, вы стремитесь сделать из этого все-таки искусство. Качественно. Не просто увлечение, но искусство. Вот своим девочкам говорю, даже если вы пришли заниматься ко мне в студию, как хобби, хобби нужно заниматься качественно, все доводить до качества. До совершенства. До совершенства, да. Вы наш человек, потому что, как бы, кредо программы «Арт-клуб» и, можно сказать, то, о чем мы всегда рассказываем, что творчество — это стремление к совершенству. Правильно. К тому же хотелось бы отметить, что у нас в студии концертнестер Ольга Корноголуб. Благодаря ей мы чувствуем ритм Востока вживую. И понимаем, почему люди в древности, в Египте, танцевали именно так. Вот почему именно с животом, а не как в молдове ногами, отбивая ритм, отбивали они животом ритм. Это чувствуется, когда ты это слышишь вживую. Благодаря Олечке мы это... Мы вас приглашаем послушать. В студии «Таджа», как у серьезного коллектива творческого, есть коллектив педагогов, так бы я сказала, да, Лена? Ну, представьте ваших соратников. Я хотела представить второго педагога студии «Таджа» Ирину Ваятенко, которая также грамотно владеет тазами хореографии и прошла не один курс мастер-классов по восточным танцам, и нашего профессионального психолога нашей студии Раису Гончар. Хочу сказать, что эффективность любого физического упражнения или действия, дисциплины включает в себя огромное здоровье каждого человека и недюжинную порцию энергетического компонента. Танцы ли это, йога ли это, медитация ли это, плавание, музыка, какие-то восточные единоборства. Надо это делать с любовью, с желанием, дисциплинированно, и это приведет к успехам. Это первый этап, то есть в итоге-то выражать себя. Это и есть второй этап. Это уже рост духовности в человеке, это раскрывается духовный внутренний потенциал, который приводит к тому, что человек начинает получать удовольствие от того, что делает, и начинает отдавать с любовью то, что он делает. И поднимается таким образом все-таки на следующий этап и приходит к совершенству постепенно, да? Продолжение следует... А что вам нравится в восточном танце? Когда мы танцевали вот это. Вот это, да? Может быть, когда на какое-то мероприятие идешь, и ты танцуешь, и с тобой очень восхищаются. А у тебя есть какое-то движение, которое тебе нравится делать? Волна. Да? А ну покажи, пожалуйста. Вот. Ирина второй глядок, и Ирина в свою кузницу берет тех, кто только хочет начать, да, присягать это искусство. В каждой женщине есть достаточное изящество и загадочности, и пластичности. Просто... Это уже было бы очень много. Это первое. По хорошей традиции программы «Арт-клуб» герои всегда делают хорошие пожелания творческим людям и всем людям вообще. В первую очередь мне хотелось бы пожелать коллегам моим, нашей команде студии, крепкого сотрудничества. Я хотела пожелать своим артистам, а я их таковыми считаю, своим ученицам, чтобы они понимали меня не только с первого слова, но уже и с первого взгляда. И я хотела бы пожелать зрителям, чтобы они тоже нашли себя, нашли свое любимое хобби и усовершенствовали его. Человек должен не остановиться на достигнутом. Пусть он мечтает, пусть он сумеет мечтать, и пусть он летит за своей мечтой. Хочу пожелать, чтобы об этом всегда помнили, не останавливались, работали над собой, несмотря ни на что, ушли дальше. КОНЕЦ КОНЕЦ